и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа наши ученики академии телесно-анитивных практик и сейчас у нас такая тема мы изучаем мануальную терапию воздействия на тело человека трастовые вытяжение траст это похрустывание вправление костей конкретно исправление сублюксаций под вывихов и так далее для этого мы тело обычно подготавливаем массаж мы мышцы расслабляем чтобы не позволили подвинуть косточку еще дальше до чтобы сустав растянулся до чтобы она вышла и стала на место но есть такая жесткая по сути да особенно остеопатия это жесткий метод вправления здесь и сейчас то есть кресть и готова как я обычно говорю есть такой метод после изометрической релаксация мы его тоже отнесем к иммунальной терапии потому что во первых этот метод достаточно быстрее чем массаж помогает расслабиться телу человека если даже человек приходит такой скованным чувствуется что он никак не расслабляется массажем ему как бы достаточно нажать он выдохнул и у него мышцы расслабились по диагонали обычно все это делать если брать корпус ну и то есть пир это как после изометрической релаксация как вспомогательные приемы при мануальной терапии но они могут быть также и как самостоятельные приемы для так называемой мягкой терапии да иной раз косточки сами в этот момент могут поддаться и мягко встать на место даже без такого щелчка да будет такой подъехал косточка на место ну пост это после расшифровывать да изометрия это статическое напряжение и релаксация расслабление то есть после напряжения расслабление дословно перевести а что мы по сути делаем массажем да вот у нас что-то болит какая-то мышца натянута да мы ее доводим до больше боли до растягиваем раскачиваем раскручиваем кровь из него гоняем да и то есть создаем пред превыше напряжение чем оно изначально было при любом мышце говорите если только про бедру да потом мы что делаем потом расшатываем сочинение этого сустава например коленцы сустав в разные стороны и соответственно таким образом добиваемся расслабление расставить чтобы потом его вправить то есть в принципе то же самое где воздействие на мышцу только статическое напряжение при пире тут ну все темы можно проводить отдельными курсами до глубоко изучать также как и ресторанную терапию также как и тибетские поющие чаши и там ударно-волновые техники да это все можно изучать там большими курсами несколько дней чтобы глубоко понимать ну а мы по принципу минимальной достаточности да по принципу бритвы окамы можем это использовать просто проведя свои собственные умозаключения мы понимаем что у человека что-то там тянет да где-то какая-то красная мышца например значит мы будем ее растягивать ее расслаблять а приемы везде одинаковые то есть на дыхание сделали вдох мы помогаем человеку напрячься еще больше против его движений потом на выдохе он расслабляется идет полностью расслабление по всему телу но например вот и пришел зажатый до чтобы спину не расслаблять берем тренируем его сейчас я буду давить в бедро ты его поднимай о молодец да все все опускаем 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 она подняла его правильно видеть без коленки да не стал заворачивать корпус прямо до бедра ходит в принципе мышечная связующие отвечающий на сигнал можно правильно работать теперь поднимают только плечо хорошо все все расслабились значит делать так на вдохе напрягаешь это и это вверх я буду давить вниз когда говорю выдох все расслабились тело плюс нас на стол вот реально там флюхнулась и растеклось представьте что все все отпустило давай попробуем вдох дави дли плечом сегодня посмотрите сколько она меня выдерживает я тяжелый человек видите как мышцы у меня хорошо работает терпи терпи держи держи не халтурь выдохнули быстро быстро выдыхай расслабляйся расслабиться надо немедленно быстро что-то пух упало все на стол между подходами ну сколько примерно минут куда мы подержали между подходами 5-7 секунд выжидаем нужно отвлечь человека там поболтать ручкой ножкой да ну болтаю кстати я в кости упираюсь в кости то есть не кожу да а именно кости вот суставы шевелились и здесь вот они все то есть поболтать покусить тоже не просто так мы же маналщики работаем с костями и суставами второй подход вдох еще васила молодец вот расслабились есть женщины русских селениях ну вот достаточно на эти мышцы что мы там задействовали задние мышцы бедра косые мышцы паравертебральные мышцы и с этой стороны пошли трапециевидные мышцы на спине да вот это вот они в основном работали и подъемные мышцы поднимающие лопатку это зубчатые мышцы тут сбоку тело губ расслабили ну вот сделали там достаточно три-четыре там ну максим пять подходов на каждую сторону теперь сюда мягко упираемся но опять же вас есть отростки чтобы не передавить ничего терпимо вдох так вот например мышцы таза тазового дна так скажем расслабить надо да подбираем коленки как можно ближе к попе кстати прием очень хорошо хорош для тех у кого проблем в малом тазу особенно для мужчин у которых просто цвета мы тренируем все паховые мышцы смотри я буду раздвигать ноги от и со всей силы собирай для этого подожди на на вдохе я предупрежу пятки как можно ближе кстати можете сами себе по утрам ногу простит по утрам сами себе это дело сами себе упираетесь коленки до разводить их и вот эти приемы можно поделать самостоятельно так я сюда ты разводи вдох выдохнули расслабились и что происходит дальше дальше мы идем за следующий предел доходу расходится да и нет пятки вместе так я сжимаю и разводи вот вдох ослабились упали вот еще больше нужно ответить переходим за предел раз два три 4 5 секунд подождали еще я сжимаю ты раздвигай вдох раздвигай вот тут уже слабее действует забыл сказать вот при таком разведение ноги действует задействована работа пояснично подвздошные мышцы она там внутри идет выстилает дно тазовое но там что стороны да и крепится к малому вертелу бедра здесь спереди проверяется надо было сначала проверить 45 градусов вверх 45 градусов флексия в сторону и ротация держи ногу если что придерживайся за столом я долю место соблюдается видите мышцы не активно не работает с этой стороны держишь его посильнее держит лица струн держит на подсказку что надо в сторону усилия сделать побольше сейчас мы его доделаем вернемся к предыдущему приему пятки вместе ноги раздвинули еще вместе шире насколько можешь вот теперь я поднимаю передвигай вдох вот уже надежды видите уже силу и все расслабились вот и теперь в обратную сторону это мы делали ты работал на раздвижение да то есть на растяжение мышц подвздошно-весничных а теперь на сжатие я растягиваю сторону ты сжимай коленки вдох подождали 5 секунд стоп 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 выдох 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 и все расслабились расслабились вот сделали другой угол еще раз вдох есть еще раз вдох ну честно говоря такое держи дни держите же ноги у себя близко к себе честно говоря такое устало ну такое физическая нагрузка хорошая как фитнес практически для нас вот мы потренировали эти мышцы получаются с этой стороны бедра и с этой стороны бедра да теперь нужно сделать подготовили эту зону к мануарным приемом например таким все ничего не делай ты расслаблена ты расслаблена 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 ничего сама ничего не делай пятки вместе вот раскачали на крестце на раскачиваем человека и потом нам прием такой так же она готова к вот этим данный поворачиваем помните мы делали скачиваем скачиваем производим мобилизацию в бедре и крестцово-подвздошно-сощренение далее но мы чувствуем что все-таки например не расслабили это место да тогда начинаем его расслаблять дальше вот так мы растягиваем задние мышцы бицепса бедра и вот эту мышцу запирать начинаем в сторону так немножко... и остановим максимально теперь на вдохе дави на меня вдох о-о-о-о... ничего себе! все... фу! разогнаем крат как до дома крат? да да расслабились, хорошо, что у тебя там крат Перешли дальше, еще глубже. Давай вдох. Все, расслабили. Я быстро показываю. Тут она движется, нога коленом примерно в сторону локтя. Вот насколько позволяет тело человека, да? Мы глубже зашли. Давай вдох, поднимай от меня. Все, выдох, расслабились. Мы демонстрируем, да? Теперь мышцы с этой стороны. Это мы грушевидную растягиваем, на противоположном плечу практически даем. И среднюю, конечно, мышцы растянули. В ту сторону дави на меня. Прослабили. Так, теперь на скручивание. Тут работает боковая мышца, да? Вот подниматель фасции бедра работает активно. Смотри, я буду на разворот, а ты возвращайся сюда. Так, вдох. Расслабились. Все, теперь появилась мобильность. Чуть увеличили угол. Вдох. Все, расслабились. Чуть увеличили угол. Смотрите, насколько поворачивается. Вдох. Ты даже не ожидал, наверное, да, что-то гнется. Вдох. Расслабились. И тоже самое, в противоположную сторону. Это будут уже работать малые и средние ягодичные мышцы. На меня вот так вот давишь. Вдох. Расслабились. Расслабились. Ну, и каждый раз, как бы, вы после этого заходите дальше, увеличиваете угол. Ну, примерно, там, две-три, там, позиции такие себе. Предскажите, куда вы до какого уровня ведете, да, как бы вы сами предсказываете, насколько сможете растянуться. Утомительно, на самом деле, столько дыхательных упражнений. Вот. Ну, и дальше просто по тому, насколько вы знаете анатомию. Смотрите, приобретите атласы, хотя бы вот такие, да, с мышцами, чтобы примерно понимать. Ну, вот вы там массируете, а у нее вот сюда она выходит, иногда, или там туда, или рука, да. И таким образом вот релаксируете. Ну... Это замена массажа, да? Массаж делают эти силы? Да, это вместо массажа. Ну, например, смотрите, пальцы ног у вас не хрустят, да? Вот вы поднимаете пальцев вот эти. Неже ногу. Загибаете, то есть стопу вы держите просто, чтобы он не шевелится. А, ну, естественно, извините, везде прямой угол соблюдается. Вот здесь, здесь, в этих приемах. Вот здесь прямой угол, да? Вот поставили ногу в прямой угол, и только пальцы. Я давлю сюда, а ты их распрямляй на себя. Хорошо? Давай вдох. Тяни, 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 тяни. Выдох. Еще раз, подальше задумай. Вдох. Тяни на себя, тяни. Вообще больновато, да? Ну, не работают вообще. Теперь в обратную сторону. Будет полегче. Вдох. На меня, на меня. Во, отлично. И видите, уже прошел шелчок. Побольше увеличили. Вдох. На меня, на меня, на меня. Во, опять шелчок. И побольше, насколько сможете увеличить, да? После этого, все, все расслабилось. После этого всякие тарастовые техники. Тарастовые техники после этого идут гораздо легче. Так, ну, что мы тут сможем? Ну, я уже подробно не буду объяснять. С руками так же, да? Вот, например, если мы вот так руку поднимаем, да, то у нас передняя дельта работает и сзади вот круглая мышца. Вот, смотри, прямую руку держи, да? Я ее давлю сюда, а ты на себя вот так нажимай. Вдох. Движение все-таки есть, да? Сделали угол повыше. Вдох. Тяжелее, да? Здесь повыше угол. Вдох. Вот, потихонечку так разрабатываем, да? Если нам надо было бы сделать плечо. Вставляем его. Надо будет перехнуть тебе. Так, ну, давайте вот протестируем теперь ногу. Нет, это просто тест будет вот так держан. Держи, держи. Я думаю сверху ты споцеляйся. Вот, видите, сопоцеление лучше стало. То есть та мышца пояснично включилась. Так, ну, давай переведем. Соответственно, вы сами посмотрите, да? Вот на этот, на Питерс, да? Берем руку, на себя тянем. Вот, сила есть. Уже был случай. Увеличили угол. На себя тянем. О, сила есть. Увеличили угол. На себя тянем. Вот. То есть, зная анатомию, вы предполагаете, в каком положении мышцы расстягиваются, в каком она сокращается, да? Ну, давайте переймемся на живот. Вот такая. Быстрый Экспресс обучение постферметической релаксации. Так, ну, с чего мы начнем? С мышц ягодиц, которые держат крестец и, соответственно, поджимают, ну, не только они там, конечно, еще вот эти вот крестово-подздорожные мышцы выигрывают роль, да? Ну, условно, даже все мышцы знак-то и не нужны. Сжимая Горица. Сжимая? Сжимая сильно, вот. А я их буду разжимать, все, расслабились? Вдохи. Сжимай, сильнее, выдохаем, ФУ. Подождали 5 секунд, еще раз сжимай, держим, 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 еще сильнее. Дальше не буду показывать, просто скажу, что крестцово-поздушное осуществление сразу могут щелкнуть за счет того, что я резко отпустил до руки. Это поможет нам делать дальнейшие, например, вот такие манипуляции. Это предваряющее расслабление для этих мышц. Расстрясание, да? Да. Ну, как не растрясание, а постизометрическая релаксация перед тем, как мы начинаем делать мобилизационные, да, вот эти правки. Так, теперь вот так вот я чуть много отодвинули. На себя тянем. Какая будет мышца работать? Грушевидно. Вы уже знаете, да, грушевидно. Вот истокусное положение. Я на себя возвращаю в исходное положение. Вдох, тави-дави-дави. Расслабились. Возвращали за косточки. Больший угол. Вдох. Слабо тут она работает, видите? Я уверен, что с этой стороны будет сильнее. Подожди, все. Расслабились. Расслабились. Делаю больший угол. Ну, и так же произвожу. Ну, например, вот три-четыре себе наметите, да, поворотом. Теперь давлю вот в эту сторону. Видите, не прямо, к репетикулярному позвоночнику, да, а чуть-чуть вот сюда, к репетке. А ты возвращаешь в исходное положение. Какая мышца будет работать? Средняя. Средняя ягодичная мышца. Ну, фасция бедра, конечно же. Средняя, малая, ягодичная и подниматель фасции бедра. Так, на себя. А, вот меня. Вот сюда ты возвращаешь. Давай, вдох. Расслабились. И тем самым еще показывать человеку, что он расслабился, да. Раскачивать его сочленение. Стоп, 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 стоп. Не напрягайся, не напрягайся, не напрягайся. Я увеличиваю угол. Вот, увеличил угол. Давай, поднимаю обратно. Стоп, стоп, что-то хрустнуло. Так, просто мне интересно, мышцы с той стороны мы правили, да, поперечная, позвоночная, подвздошная. Да, они как бы усилились. А, скорее всего, изначально грушевидная мышца была зажата здесь. Ну, во-первых, можно прощупать. Болезнь будет? Во-вторых, вот так вот продавить. Давай, тяни, на, сюда, в центр. Тяни, тяни, тяни. Ага, выдох. Сейчас даже увеличим угол. Тяни, в центр. Ну, слабо работает, да, но чуть сильнее, чем здесь. Почти одинаково. Да, почти одинаково. Так же вот, для манипуляций педерей, мануальными тракциями, позвоночниками, поясницей, мы делаем что? Ну, такое дело, вспоминай, тут я давлю вниз, ты, ты, да, на скручивание. Соответственно, проверить, чтобы человек тут лежал, чтобы он не шел там взрывами, да, не взрывался, вот его таз лежит, упал. На скручивание, да, а здесь ребра вниз. Давай, сопротивляемся. В смысле, ты в ребра вверх, тут таз вниз. Угу. Вдох. Ух ты, ничего себе, лезь моя светосиномия. Фух, расслабились. Ну, можно пройтись там. Несколько приемов. Раз, два, три. Да, по гребню, где с поперечными мышцами, позвонками, расчистые мышцы. Извиняюсь, я заговорюсь. С поперечными отростками позвонков стыкуются ребра. Так, вот, что мы поделали. Теперь в обратную сторону. Здесь поднимаем, а здесь опускаем гребень в ось, гребень позвоночных костей. Во-первых, упор. Вдох. Угу. Таз на меня. Ух ты. Фух. Теперь мои мышцы очень сильные. Ну, также вот. С бедра проходим, да. Я опускаю вот и поднимаю. Давай, дави, дави. Все. Расслабились. Мир сделан. Давай, дави. Все, расслабились. Так же экран ножной мышцы. Я опускаю, ты поднимай стопы вверх. то же самое можно отдельно с плечом не должен упираться в стол, потому что работает только плечевая мышца отталкиваться от стола берем за плечо, я поднимаю вверх, ты его в стол вдох упали, расслабились, растетли по столу вдох ну и вот, находятся какие мышцы там вам надо включить в работу, да? ну например, сложно будет понять вот так вот сокращаются мышцы нижний отдел трапециевидной мышцы, да? я давлю вниз, а ты поднимай руку вот так можешь вклад зажать? давай так, мы просто протестировали все теперь с алисковой спиной лицом к плакатам анатомическим ну вы поняли, промежуток между подходами 5-7 секунд за это время можно дополнительно раскачать и есть так называемые анатомические поезда ну, все их не надо знать фактически, да? ну, логико мы должны представлять, что нервы, многие мышцы, связки, они по диагонали работают, да? ну, это я про тело говорю то, соответственно, вот работа надпись этим бедром, да? попробовали потом размять, растянуть это надо уже показывать после сейчас скажу таз сверху здесь квадратная мышца с этой стороны, да? работа, например, с ягодицей с правой стороны, да? вот пиром, пиром работа с этой стороны, да? в промежутке размяли трапевтийные мышцы с противоположной стороны, да? и вот по диагонали вот так вот начинаем организм расслаблять ну, что можно здесь делать, да? ну, во-первых, наклоны головы вот, я, да, чуть-чуть делали небольшой я дамы сюда давится как? давится так, чтобы голова поворачивалась ну, то есть череп на сны шеях разворачивался то есть давим в макушку не по метациям, да? в макушку это какие мышцы будут? это верхние короткие мышцы в шею которые вот так вот сочленяются ну, естественно, там подключатся и лестничные мышцы и все остальные так вдох давим меня по, сильно, молодец так, угол побольше сделали вдох и теперь сделать угол максимальный видеть, ложится тоже легче если человек съезжает, опять же, да, я вам уже говорил, да? да, я говорил, ножку встать обстать, желудово держать вдох вдох и еще то же самое назад залуд держим, да? кивай вперед вот и животом не придерживаю расслабились больший угол вперед кивай расслабились еще больший угол вот, вперед кивай расслабились все-все-все расслабились после этого вправляем, например, ей лордоз шейный вот упор сделали, да? и обсовываю руку назад расслабился расслабился да не будет ничего на свою руку так и самое интересное это поворот головы то есть вот мы поворачиваем голову да? стоп вертикально старайся держать вот мягко берем я поворачиваю ты разворачиваешь прямо смотри вдох 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 сильная девочка молодец заметьте придерживал за плечо и за спину да? чтобы она с корпусом не развернулась увеличим угол уже легче будет ходить вдох что-то хрустное уже да? в середине надели шею а вот все это же хрустное примерно шестой пятый позвонок попробуем ну опять я тороплюсь немножко надо было протестировать наклоны до этого да? просто посмотреть на сколько остается расстояние здесь по-прежнему валит да? на повороты протестировать ее и на расстояние да? ну повороты у нее хорошее нет не забывали было повороты у нее хорошее вот и после таких пиров да? как правило вдох выдох еще дальше так теперь вот так выпираем я давлю а то вперед смотри раз после этого голова легко пойдет на манипуляции приема выборцы положим в сторону то есть например на вот такое скучание вот 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 и на верхние позвонки вот 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 в сторону вот а все и прочее как полностью и лёжат так да и лёжат да и лёжат чтобы человек в стол не опирался чтобы было пространство куда он должен ходить ну и такой вот интересный приемочек вам покажу садитесь наверно сюда попой ноги в разные стороны да да как на коня русские женщины помимо силы должны уметь еще на коня садиться оседлась да вот например мы почувствовали разворот позвонка ну как он шестого да на гни голову вот он чуть-чуть повернут вот сюда да упираемся в него жестко держим тело вот а ты будешь поворачивать голову вот сюда ну как бы в ту же сторону получается да шпок чтобы вам показать просто неудобно да вот так то упираюсь и дави на меня прям смотри стоп 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 все 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 дальше дави на меня назад выше угол делаем опять дави на меня еще раз дави на меня вот то есть получается мы создаем напряжение здесь при повороте головы участвуют все шейные позвонки да ну там частично еще и грудные до четвертого могут дойти и мягко поворачивать голову они за собой тянут шестой позвонок а мы конкретно у него и уперлись и он потихонечку так раз 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 съезжает назад в обратную сторону это мягкое получается да получается мягкое без хруста вот на полевую силенку а сколько подъехали подходит до победного до победного конца да неизвестно сколько подходов ну обычно три-четыре пять хватает ну вот страницы же не надо чтобы все полностью сделать ты же послезавтра придете да ну вообще да если не идет то либо меняете позу потом пытаетесь лежа сделать да по-другому нажать либо на животе либо на спине либо сиди на стуле тогда либо сначала побольше декомпрессируете да порастягивать например человеку схватили за шею за шею захватай не одно замок замок локти вместе все 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 вместе вот немножко на себя вот порастягивали порастягивали это место дополнительно с поворотами в бок можно вот так чуть можно вот уже подтопнуть ее вот раз здесь еще там ослабляй вот областной дополнительно да и теперь пробуем сделать ну я в косточке беру ну опять же смотрите тело закреплено вы с вами телом тоже придерживаете да так то же самое вот извините да то же самое можно при вправлении челюсти сделать да то есть надо голову жестко закрепить челюсть смотрится открою рот покажи зубы так нам надо просто посмотреть как стыкуются верхние передние зубы и нижние даже в одну линию стыковаться у Юры красивый зуб Юры покажи покажи просто не хочешь сниматься просто покажу вот они должны стыковаться когда открывается челюсть они должны по одной линии идти вот он Василий Иванович Василий Иванович может показать да когда челюсть заедает где-то сбоку или мышцы какие-то там работают ну кстати при сколиозе это достаточно часто бывает когда челюсть уходит в бок она либо вот так идет здесь при смыкании в сторону либо когда возвращается как-то вот такой зигзаг делает вот соответственно мы щупаем приоткрытие рта покажи язык они там 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 бежут давай открывай открывай больно да закрывай больно чуть-чуть чуть-чуть вот чуть-чуть сюда да чуть не сильно выходит челюсть да значит мы держим ее голову чтобы она не шевелилась и даем на челюсть а ты дай челюсть на меня ну смысл вот туда челюсть может Бог через только на челюсть ходит все расслабились еще раз Бог расслабишь нижняя челюсть да нижняя челюсть только то есть это рука только нижняя челюсть держит верхнюю скулу не зажимаюсь да еще раз все теперь я давлю а ты открой рот закрой нет оп видишь видите она и зашел так теперь открывай неровности да закрывай ну вот удалось посмотреть давай просто надо было посмотреть ну открывай сейчас уже не так больно да нормально закрывается да ну вот через при закрытии вошла и вошла вот не сильно там города чуть-чуть она в бок вошла вот в это вот сочленение то есть она стояла немножко сюда ходила когда при открытии вот так немножко да явно чувствуем упирание вот этой косточки при нажатии при открытии и при нажатии она закрывает рот и через ну на месте на место видеть тоже мягкая техника потому что жесткая техника дело может быть ударом челюсть мышцы желательно мышцы проверяется расслабляется что делаешь проверяешь попробуй нормально стало стало точно а была это чуть-чуть чувствовался ну вот видите манипуляции это не фокус мануальная задача так происходит на глазах так спинку так ровно держим и вот эти ну лучше лёжа можно это сделать лёжа так что мы делаем что я сначала покажу вот эти мышцы растираем это уже не пили это уже как дополнительная программа бонус вам это болезнь но больнее с той стороны да здесь больнее одинаково они с этой тоже потом извините нам надо будет переполнить залезть внутрь и промассировать эту мышцу с той стороны через щеку да делаем в перчатках безопасно ну либо там наматываем такие катышки только большим пальцем только большим пальцем да мягкомассируем со стороны знаете анекдот такой был едет наркоман в автобусе такой накаченный ничего не соображает а женщина рядом стоит говорит молодой человек у вас на щеке грязно ааа да и не с другой стороны ааа понял спасибо вот 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 так мы делаем массаж с той стороны изнутри потом заматываем пальчики ну марли либо хотя бы салфетка да два больших пальца вставляем это чтобы она просто не перекусила пальцы да ну не она вообще человек вот на нижнюю челюсть вот при полностью открытом рт да отодвигаем вниз например было смещение вот сюда да вниз вниз и резко в обратном сторону а он заходит это как в голову лошку проглотует вроде лампочка проглотует там да там выехать вот в этой челюсти потом просто человек приходит себе долго но надо не знать что он неровно ходит на щеке челюсть не сможет уйти а сейчас ой ой это челюсти пошло не пора скорее всего на виду пир сделать вот такой наверное вот я хожу назад а ты вперед да угу вот так да вот напрягается да расслабились чуть увеличили угол я колено подставил давай движение идет немножко вниз тут задействовано на сжатие получается ромбовидная мышца на растяжение зубчатая мышца и передняя грудная так ну да руки да так вот вверх боковую плечевую мышцу да обещали увеличили угол сопротивляйся увеличили угол сопротивляйся все ну дальше дальше там можно доходить вот вот это вот это мышца стянули да теперь и так теперь ну просто дополнение небольшой про челюсть можно стоя сделать можно лёжа держим плотно череп сзади да через открывай мы я не буду давить вас покажу мы давим и она закрывать ее оп видели она назад подъехала если вперед упала да вышла не в бок а вперед бывает такое ну сюда да его туда да ну да да ничего там нормально сейчас подщелкнуть чуть-чуть вот это я сидя показал вообще лёжа конечно удобно на столе человек лежит да с давлением вот туда поделена давление вы можете в этих местах хрупкие поэтому прямой удар и сюда да и человек сразу сюда идёт прямая а вот сюда да и вот смотрите там косточки-то слабенькие но они тоненькие вот тоненькие то есть получается ломается скорее всего не вот это с этой стороны а с переда да вот это самое слабое место челюсть ну да любой человек сразу на колпаты на улице бьют чаще всего тоже челюсть да один рассказывал так ударил охранника какого-то клуба что-то аж три первого учились то есть сюда чуть подогнали да так ну ладно да ну да да пир да пир также можно было сделать на ротацию то есть то есть то есть то есть то есть сейчас увеличили угол еще раз увеличили угол так сложнее да и после этого она легче пойдет противоположную сторону раз два ну проживаем так ну в общем это все что нужно знать о пире дальше сами смотрите по анатомии да где какая проблема там соответственно мышцы 1 степень и другое растяжение дежамаза сначала в одну сторону потом в другую ну руку мы делали вверх также можно и вниз даю вниз вот крылья работают сюда и вниз еще вниз да можно это еще больше с большим амплитурой вниз вот чувствуется он прибавится да да передний кроковый бок средний пачок дельта и боковая широчайшая мышцы спины так ну все теперь мы будем отрабатывать на практике